Всем привет! С вами Арина и свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Геймеры получат возможность выискать свое личное мнение по поводу серии Assassin's Creed и Assassin's Creed CD-CAD. HALA 5 Guardians после релиза получит 15 дополнительных мультиплеерных карт. В сеть слили дату релиза игры Rise of the Tomb Raider. Объявлена дата выхода игры Volume. Геймеры получат возможность выискать свое личное мнение по поводу серии Assassin's Creed. Собирать фанатские отзывы Ubisoft собирается уже 17 июня, то есть на выставке E3 2015, где в рамках мероприятия Playtest Roadshow игроки смогут опробовать впервые геймплей игры Assassin's Creed CD-CAD. Отзывы, которые будут получены, отправятся прямиком в команде разработчиков, поэтому возможно, что именно ваши отзывы смогут повлиять на будущий вид игры, релиз которой назначен на 23 октября. HALA 5 Guardians после релиза получит 15 дополнительных мультиплеерных карт. Каждому игроку сразу же после релиза будет доступно более 15 многопользовательских карт, не считая тех, которые прибудут в июне 2016 года в виде DLC. Но не волнуйтесь, так как платными они не станут. И еще одна приятная новость. Microsoft решили отменить платную подписку Xbox Live Gold, которая требуется обычно для мультиплеерных игр. В сеть слили дату релиза игры Rise of the Tomb Raider. Amazon стал источником утечки информации. Даты выхода игры Rise of the Tomb Raider. Французское отделение компании Amazon с полной уверенностью указали дату выхода игры Tomb Raider. 13 ноября и Forze Motorsport 6, 18 сентября. Сами Microsoft еще никак не прокомментировали данную информацию. Напоминаем, что Rise of the Tomb Raider является эксклюзивом для консолей Xbox. Объявлена дата выхода игры Volume. Как выяснилось, независимый геймдизайнер по имени Майк Бизл, который также известен своей головоломкой трехлетней давности под названием Thomas Was Alone, он практически завершил работу над своим новым проектом. Футуристическая версия истории о новом Робин Гуде выйдет уже 1 августа 2015 года для ПК, PlayStation 4 и PlayStation Vita. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Айрин. Надеемся, вам понравилось. Если это действительно так, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok